Сырные гонки. Традиция далекой, но на этот раз ставшей довольно близкой Англии. В Туманном Альбионе это мероприятие проходит уже несколько столетий на самой крутой горке неподалеку от Глостера. Выглядит это довольно забавно, хотя и очень небезопасно. Крутой спуск, с которого практически скатываются кубарем участники, чтобы догнать голову сыра и получить зачетный трофей. В нашем округе решили обойтись без такого экстрима. Заменили крутой спуск спортивными состязаниями на набережной Серафима Саровского. Итак, через несколько минут начнется сама сырная гонка. Несколько команд сразятся в беге на дистанцию. Ну и, конечно, на финише будет определен победитель. Второй день Большого сырного фестиваля открылся забегом на дистанцию нескольких команд. Соревноваться вышли команды старшеклассников и предприятий нашего округа. Поддержать участников пришли родные и близкие, и, конечно, организаторы мероприятия. На старт нанимание марш. Глава округа Сергей Горелов открывает забег выстрелом из стартового пистолета. Гонка началась. Бегут ребята на скорость. Протяженность трассы, на которых ждут различные препятствия, 1300 метров. Участники собирали пазлы, играли в сырный дартс. На финише все получили памятные медали и сделали традиционное фото. Для многих фестиваль – возможность и повеселиться, и сыры попробовать. Мы и танцевали, и участвовали, и вообще все. И сыр сейчас будем пробовать. Танцевали, пели. У нас очень активные дети, самые активные, самые веселые, жизнерадостные. Не победили, но зато порадовались. Правда, девочки? Пока на улице шли соревнования, конкурсы, лотерея в сырных рядах активно пробовали и покупали сыры. Им за три дня продано около трех тонн сыра. А это говорит об особой любви к этому продукту и доверии к отечественному производителю. Для производителя очень важно ваше внимание, ваши улыбки, ваши довольные лица, когда вы будете знакомиться с теми продуктами, которые сегодня увидите. Я уверен и очень надеюсь, что сегодняшний праздник будет веселый, добрый, вкусный. Хотел бы отдельно поблагодарить команду, которая организовала этот фестиваль. Один из идейных вдохновителей праздника – Олег Сирота. На протяжении всего фестиваля активно участвовал во всем, что происходило вокруг. Он не только привез сыры своего производства, но и с интересом общался с производителями и посетителями. Щелковский фестиваль «Сырная гонка» однозначно удался. И, конечно, хочется сказать самое большое спасибо нашим землякам, жителям Щелкова, которые приехали, нас, своих подмосковных фермеров так поддержали бурно. И купили у нас продукцию, и жмут нам руки, говорят, ребята, вы нам нужны, идите вперед. И, конечно, хочется бежать, варить еще больше сыра, купить еще больше коров. Готовились так бурно, что я сам уже второй день в Щелково. И столько сыроваров приехало из разных. У нас ребят все из Тюмени ехали, представляете? Только благодаря тому, что хорошо вложились, хорошо подготовились силами, средствами. То есть блестящей организацией мы очень вдохнули на этом. Попробовать и сыры, и соусы пришло довольно много жителей. А представить свою продукцию смогли 30 сыроваров. Сегодня необходимость не только в импортозамещении, но и в развитии малого бизнеса очевидна. Поэтому для каждого фермера-сыровара, производителя, такие ярмарки и фестивали еще и возможность показать свое дело. Мы из поколения в поколение используем данный вид коренья в трав, ягодах, в напитках. Вот, допустим, в кедровухе присутствует живица, мед, травы, коренья. Срок медоставов здесь от пяти лет. Не только вкусным, но и полезным это мероприятие стало и для тех, кто занимается ресторанным бизнесом. Знаете, я не ожидал увидеть столько людей, много. Сыр так популярен в Щелково, неожиданно. А, было открытием для меня, вот Королевская сыроварня рядом с нами находится. Может быть, будем с ними, что-нибудь будем у них покупать. Ну, такое мероприятие полезно, вот вам как ресторану? Да, мне кажется, да. Очень интересно, полезно. Ехать никуда не надо. Разречений хватило всем, как, собственно, и угощение. Игры интересные, ярмарка, ну, атмосфера тут хорошая. В основном твердые сыры берем, и сыры, которые с благородной плесенью. А тебе нравится сыр? Да. Особо козий. Ну, как оцениваете вообще фестиваль? Отлично. Отлично. Только тесновато надо было, может, на улице. Я счастлива, что вот город Щелково сумел организовать такую замечательную выставку. Все настолько продумало, все четко. Организация, охрана, продажа. Это просто шикарно. Концерт, музыка, оркестр. Я просто счастлива. Ну, скажи, пожалуйста, ты сегодня попробуешь хоть какой-нибудь сыр? Ну, наверное, да. Может, найдется какой-то сыр, который мне понравится. Сырная гонка удалась. А самое главное, что я сегодня видел радостные лица Щелковцев. Это, наверное, самая большая оценка. Поэтому уверен, что мы продолжим в следующем году сырную гонку и сделаем еще более разнообразной. И уверен, что в следующем году к нам больше производителей сыра приедет. Сегодня это 30 производителей из 26 субъектов Российской Федерации. Но уверен, что в следующем году это число увеличится как минимум вдвое. Счастье от участия, а еще больше от победы испытали команды победителей сырной гонки. Ну что, победители в сырной гонке, в общем-то, определены. И второе место получила школа номер 12. Правильно? Ну, расскажите, как вам участие, как вам сама гонка и, конечно, как вам подарки? Было трудно. Все было очень интересно, весело. Поддерживали. В общем, все было очень интересно. Да, получили приз. А где приз-то? Руководитель. Резать имбелин. А, то есть у вас сегодня будет сырный вечер. Да. Мы любим сырную гонку! Ну, а главный заветный подарок – огромную голову сыра от сыроварни Олега Сироты унесли ученики второй школы. Итак, перед нами победители сырной гонки, которые сегодня получили огромную голову сыра от сыроварни Олега Сироты. Ребят, что сделаете с головой сыра? С головой сыра. Отдельным, со всеми. Сидим. Это была наша сегодняшняя мотивация. То есть вы сюда пришли за головой сыра? За победы. То есть вы охотники за головой? За участием. За участием – это самое главное было. Тяжело было бежать? Нет. Ну, нужно было поддерживать всех, стараться. То есть это командная работа. Кому-то было легко, а кому-то нет. И всех надо было поддерживать, чтобы все пробежали. Командный дух вас, видимо, объединит сплотил и помог вам выбрать. Конечно. Только из-за него. А уже кто-нибудь попробовал сыр-то? Нет, еще. Нет, еще. Мы любим сырную гонку! Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.